Что такое жизненный цикл бытовых вещей, какие ресурсы требуются для изготовления мобильного телефона и что делать с отходами. Об этом и не только. Сегодня шла речь на экологическом уроке в школе поселка Искателей. Занятие прошло в необычном формате. Вместо учителя к доске вышел ученик 10 класса. За парты в этот день сели семиклассники и депутат Государственной Думы. Для производства одной пары джинсов для взрослого человека нужен примерно 1 килограмм хлопка. Но этот ресурс не единственный. Как вы думаете, какие еще природные ресурсы нам нужны? С чего начинается жизненный цикл джинсов, какие ресурсы нужны для изготовления картонной коробки и что делать с мусором? Семиклассники школы поселка Искателей теперь без труда ответят на эти вопросы. Сегодня для них провели экологический урок под названием «Свобода от отходов» в роли учителя, ученик Роснефть-класса Кирилл Обьетков. Они стали более лучше относиться к окружающей среде, меньше стали выкидывать мусор так и начали его перерабатывать, повторное использование. Там пакеты из молока использовать как горшки для цветков, например. Кормушки для птиц, подставки для карандашей, картины и цветочные букеты. Эти и другие поделки ребята мастерят из бытовых отходов. В ход идут и пластиковые бутылки, банки от какао, пробки и даже втулки от туалетной бумаги. Фантазии детей позавидует любой взрослый. Вот и после экологического урока ребята своим примером готовы показать, что нужно делать для сохранения здоровья нашей планеты. То, что не надо мусор выкидывать, можно его перерабатывать, чтобы не загрязнять природу, не выбрасывать, чтобы не образовывались свалки и загрязнения всякие в природе. В мусорку еще выкидывать, ну или там, не знаю, тоже участвовать в субботниках, ну там даже с родителями вокруг дон, ну прибраться. Воспитанию экологической культуры подрастающего поколения в школе-поселке Искатели уделяют особое внимание. Ребята ежегодно участвуют в конференциях и конкурсах различного уровня, пишут исследовательские проекты экологической направленности и активно участвуют в деятельности школы. Идейными вдохновителями являются учитель русского языка, литературы и краеведения Надежда Мельник и учитель биологии Ольга Гвоздева. Проводилась акция «Изготовь поделку из бытовых отходов, да, из мусора». Вот у нас ребята очень активно принимали в этом участие. Акция «Нарисуй плакат, сохраним планету» тоже у нас в школе проводится и до сих пор она проходит, эта акция. Это конкурс фотографий, сделанный руками учащихся их родителями, педагогами нашей школы. То есть у нас достаточно очень много мероприятий, еще запланировано, которые мы будем проводить в мае, да, и вот, по крайней мере, мае-июне до конца этого года и не только. Мы ежегодно принимаем участие в различных акциях экологической направленности. Экологические уроки проводятся по всей стране в рамках партийного проекта «Единая Россия. Экология. Россия». В нашем регионе к мероприятиям присоединились еще восемь школ. На сегодняшний день это очень актуальная тема и очень актуальный проект, благодаря которому мы вместе со школьниками, с органами власти, с общественностью, постараемся достичь каких-нибудь результатов в плане экологического развития нашего региона. Ученики Роснефть-класса провели в родной школе уже более девяти экологических уроков. Сегодня на одном из них побывал почетный гость – депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Мы все ощутили в очередной раз, еще раз, ответственность перед природой о том, что нужно любить свою малую родину, не только малую, конечно, большую родину, прежде всего нашу любимую Россию. И вот те примеры, те факты, которые были приведены в ходе лекции, они, безусловно, впечатлили. И я думаю, что мы, каждый из нас, и ребятам очень урок понравился, нам очень понравился. Каждый из нас, я думаю, что сегодня, даже после этого урока, сделает для себя определенные выводы. И, безусловно, вот эти выводы я буду использовать в ходе работы в Государственной Думе при принятии нормативно-правых актов, законов, которые будут направлены именно по экологии. Благодаря экологическим урокам, ребята еще раз напоминают себе и окружающим о том, как беззащитна природа и чем чревато пренебрежительное отношение к экологии. Беречь окружающую среду – дело каждого из нас, и в этом вопросе нельзя оставаться в стране. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».